Ближайшие баки либо в соседнем районе, либо в полкилометре от дома. Общественники вместе с представителями мусорной компании и министром ЖКХ устроили рейд по районам, откуда приходит больше всего жалоб на действия мусорной реформы. Примечательно, что из этих же районов люди жаловались на постоянно переполненные контейнеры, но на момент проверки все подозрительно чисто. Кстати, министр ЖКХ сегодня все-таки прокомментировал ситуацию с ростом стоимости мусорной услуги для кировчан. Напомним, ранее говорилось, что после реакции региональных антимонопольщиков плата значительно вырастет, причем в ближайшее время. Обо всем по порядку, Артем Панекаровских. Жители поселка Новый оказались одними из самых недовольных мусорной реформой в общественную палату. Пришло много жалоб на переполненные контейнеры. Правда, во время рейда в баках подозрительно пусто. Что на улице 4-й Пятилетка, что на Тюленина. Представитель мусорной компании поспешил добавить тут якобы всегда так и не поспорить. А вот про неудобность расположения контейнерных площадок спорят уже сами жители. Градус напряжения у людей, говорят, тем выше, чем дальше они проживают от баков. А на улице Новый у жителей легкое недопонимание, почему за вывоз мусора платят каждый месяц, а контейнеры вынуждены искать либо в соседнем районе чистые проды, либо ввести мусор до места работы и выбрасывать его там. Да, нету вообще. Вообще нету мусорной банки. Вообще нету. Слушайте, а до ближайшего, если пешком идти, то сколько? До чистых прудов. А, серьезно? Да, я серьезно говорю. Ну, допустим, я еду на работу, беру пакетик и вывожу. Дочь звонила. Ну, ничего, отлично. Будем, будем решать. И вот и решают. Да вообще никто ничего не решает. Ответ представителей администрации просто. Расположение может быть действительно не самое удобное, но растает снег и все будет по-другому. Ставили в зимних условиях, вот эти площадки планировали. Сейчас пришла весна. С учетом пожеланий жителей мы готовы рассматривать дополнительные места. Если они указывают конкретные места, мы готовы езжать, проводить собрание, потому что зачастую бывают ситуации, когда один дом готов, а три соседних дома рядом не желают. Еще серия жалоб местных жителей касается благоустройства мусорных площадок. Точнее, отсутствие этого благоустройства. Баки просто стоят на снегу. Успокоил Кировчан министр ЖКХ. Все будет летом. В министерстве уже подготовили типовой проект благоустройства. Сейчас он проходит госэкспертизу. У нас разработан типовой проект контейнерных площадок, чтобы они у нас были одинаково, однотипные на территории всего нашего субъекта. Это твердое покрытие. Это ограждение с трех сторон. И в зависимости от модели контейнера, навес, крыша, которая позволяет защитить от атмосферных осадков. Не отходя от кассы, Игоря Редькина попросили все-таки прокомментировать и слухи о скором и значительном росте платы за вывоз мусора в городе. Ведь на днях и региональные антимонопольщики признали действующие нормативы накопления, на основании которых рассчитывается цена, недействительными. Направили в адрес министерства предостережения и потребовали что-то сделать к 20 мая. Есть предписание у ФАЗа, мы с этим предписанием не согласны. Ну и соответственно будем его обжаловать. В течение четырех сезонов мы эти замеры в этом году проведем. И в конце уже 2019 года вновь выйдем на корректировку нормативов уже более глубокой дифференциации. Во время рейда министр и общественники договорились отныне систематически выезжать в те районы и дворы, откуда приходит больше всего жалоб на качество работы мусорщиков. Предположительно, следующий выезд состоится уже на следующей неделе и коснется мусорных баков при многоквартирных домах. Артем Паникаровских, Анатолий Гагаринов, информационный канал «Город».